Друзья, напишите в чате, как меня видно, как меня слышно. Отлично. Сейчас секунду. Рада всех приветствовать сегодня на нашем вебинаре. Напишите в чате, как ваше настроение. Все ли уже собрались? Настроение отличное. Спасибо. Я красивая, счастливая, радостная. Каждый день новые-новые упышки в моей жизни случаются. И я строю бизнес с компанией Reflame. И сегодня у нас такая будет с вами тема. Именно почему у одних людей получается строить бизнес, а у других нет. Нет. Я хочу немножечко рассказать о себе быстренько. Я, Тукала Ирина, меня зовут, кто меня не знает. Напишите в чате еще, есть ли у нас новички, которые впервые присутствуют на таком вебинаре. Впервые. Кто присутствует совершенно первый раз на таком вебинаре? Есть такие? Поставьте единичку. Есть, есть. Я для вас представлюсь. Ирина Тукала начала свой бизнес через месяц, уже будет 6 лет, когда я зарегистрирована в компании. 6 лет зарегистрирована, включилась в работу меньше, чем 4 года назад. То есть активно работаю 3 года и 9 месяцев. За 3 года и 9 месяцев достигла уровня в компании сапфировой директора. И сама начинала в декрете. Когда была в декрете, и сыну было годы 7 месяцев. Сейчас ему уже 7 лет, он ходит в школу. Я успешно развиваю бизнес с нашей компанией. У нас уже огромная команда лидеров. 18 директоров, 18 частных предпринимателей. И... Секунду. Алло. Да, наовсе, да, вебинар читаю. Наовсе. Да, 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 хорошо. И у нас в команде уже 18 частных предпринимателей, 18 директоров. И я очень рада этому, да, потому что все-таки наш бизнес, это не зря. Наш бизнес дает результаты. Наша команда путешествует. Путешествует уже огромным составом. Сегодня только утром вернулись наши хорваты. И уже я видела двух хорватов лично, да, с которыми уже пообщалась, с которыми уже обменялись радостью, да. Я услышала, какой был отдых у девчонок, да. Плюс уже с некоторыми поразговаривала по телефону. Очень рада за ребят, да. И за те ребята, которые не сломались при малейших трудностях, да. И усовершенствовали свою деятельность для того, чтобы все-таки побывать уже в первых путешествиях. Вообще наша команда уже путешествовала в шесть стран мира. Ну, если еще учесть, что в этой поездке наша команда побывала еще и Германия, и Сербия, и Австрия, да. То мы можем вообще насчитать уже девять стран мира, где побывала наша команда, да. И это все за три с половиной года. Друзья, все реально, все возможно. И вы все пришли сюда строить бизнес, строить свой бизнес. Поймите одну вещь, да. Это ваш бизнес. Мы наставники, мы учим, мы показываем, мы даем материалы, даем инструменты. Компания очень много дает нам поддержки. И, ну, все есть готовое. Наша задача просто брать и делать. И у меня есть такой вопрос, да. Как вы думаете, почему у одних получается людей, а у других нет? Здесь фотография, где мы в том году на круизном лайнере путешествовали к три страны мира. Греция, Турция, Италия. Со всего мира компания сотрудничает с десяти семи странами мира. Было шесть тысяч участников. Друзья, это не единичный случай. Это шесть тысяч участников со всего мира. Представляете, какие это результаты, какие это масштабы. И если вы пришли сюда строить бизнес, вы можете быть тоже там. Вы можете быть успешным, вы можете зарабатывать доходы, да. Я только что с Крином поделилась своим доходом, да. Компания насчитала мне премию в этом каталоге, да. Премию четыре тысячи долларов, да. Сзади все мои премии, которые я уже получала. И это все реально. То есть многие говорят, лохотронная секта, еще что-то неправда, обман, да. Друзья, я реальная. Вот я тут, да. И реальная моя история, да, я села. У меня нету богатого папы, у меня папы нету вообще. Он как бы есть, но мы с ним никогда не жили. У меня нету богатой мамы. У меня мама, которая воспитала нас с сестрой, одна. Она нам дала просто какие-то ценности жизни, да, и какие-то качества, да, которые мы сейчас эти качества нарабатываем, усовершенствуем и так дальше. У меня нету наследства, у меня нету богатого мужа, миллионера, да. У меня было просто желание жить лучше. И когда я пришла в эту компанию, да, мы видим вон маркетинг-план, который можно пройти здесь, да. Я увидела здесь просто цифры, доллары, доходы, премии, путешествия, машины в подарок. Вот это меня мотивировало. Друзья, напишите, вас это мотивирует? Я до 30 лет я работала на очень разных работах. Мне сейчас через 9 дней будет уже 33 года. За 3 года, 30 лет я жила как обыкновенный человек. За 3 года моя жизнь кардинально изменилась. Не важно, сколько вам лет, не важно, какой у вас опыт, не важно, какое у вас образование, не важно, какого вы пола, не важно, сколько у вас детей, не важно, где вы работаете, не важно, кто у вас муж, кто у вас родители и в каком селе или поселке или на какой улице вы живете. Ничего не важно, важно только вы и ваше огромное желание жить лучше. Вот это себе вбейте в голову и только утром просыпаетесь и вспоминайте. Скрин, вспоминайте скрин доходов наших партнеров, вспоминайте видео, которые скидывали партнеры в чаты. Друзья, вы смотрели все видео, которые партнеры наши с Хорватии скидывали в чаты. Многие не смотрят. Почему? Там куча мотивации, куча информации, куча инструментов для работы. Это все реально. И это не одна, не один человек. Это не случайность. И почему, почему кто-то может, да, почему я могу? Я просыпаюсь каждый день в 6 утра, да, иногда раньше. Я ложусь каждый день в 12 ночи, может быть позже, бывает в 2 часа ночи. Наши хорваты за 4 дня поспали, наверное, 8 часов вообще всего времени, да. Есть люди, которые любят спать 10 часов. 10 часов, да, вы спите, но вы не получите этого всего, что есть и что дает компания, компания Replay. Ну, это так, немножечко такое отступление, да. Так, мы пишем вопрос на ответ. Почему у одних получается, а у других нет? В Хорватии была девочка на инвалидной коляске. В Египте я такую девочку увидела. Увидела тоже в Египте девочку на инвалидной коляске. Она смогла, она не ходит, но она смогла пройти квалификацию и поехать в Египет. Вторая девочка смогла пройти квалификацию и поехала в Хорватию. Чем она отличается? Чем? У нее даже не хватает тех возможностей, сколько есть у нас с вами. Настя пишет, сколько там было бабулек за 60? Это бабушки живут, они наслаждаются жизнью. Так, страх ведмо, лень. Не пришел момент, значит, все устраивает. Не вера в свои силы. Друзья, сейчас мы рассмотрим ошибки, да, почему у кого-то получается, а у кого-то нет. Но только я прошу вас, вы сейчас себе влаживайте в голову эту информацию. Отсутствие веры и, конечно, прежде желание. Оно, желание вроде и есть, но хочется всего и сразу. Друзья, всего и сразу никогда не будет для того, чтобы было все, для того, чтобы было все. Нужно очень и хорошо поработать. Вы знаете, хоть одного человека, у которого есть все, но он не работал. Да, есть такие люди, в принципе, да, это чьи-то сыновья или чьи-то дочки. Но их родители для этого пахали, для того, чтобы своим детям дать все. Друзья, все в нашей голове. Так, и приступаем, да. Самая первая ошибка, почему не получается, да, это у вас нету цели. Поставьте себе цель, чего вы хотите достичь в компании Арифлейн и за какие сроки. Напишите в чате, кто, зачем пришел в компанию Арифлейн. Пишите в чате. Давайте немножечко поработаем. Я могу рассказывать, я могу рассказывать. Я всегда рассказываю целыми днями, часами, ночами, вечерами, днями. Я постоянно рассказываю про компанию. Пишите, зачем вы пришли в компанию Арифлейн. Пишите все свои поставленные цели, поставленные мечты, мечты свои. Пишите, зачем купить квартиру. Изначально я пришла в компанию зарабатывать, потом у меня появилась цель забрать мужа с Польши, так как он был в Польше, зарабатывал. Потом, когда я начала здесь действовать, у меня появилась цель машина, квартира, путешествия. Когда я первый раз путешествовала в компанию в Египет, я сказала, что на каждой конференции я буду. Я не могу пропускать, у меня нет права пропускать конференции от компаний. Иметь доход, не выходить на наемную квартиру, признание, богатая жизнь, дать детям все то, чего не было у меня. Путешествия, хочу свой дом, заниматься благотворительностью, чтобы муж тоже тяжело не работал, заработать, развиваться. Люблю общение и путешествия, лучше жить, приобрести жилье, ремонт в детской начну, когда открою директора. Смотрите, друзья, хорошо жить – это не цель. Маш, ну, то есть я сейчас немножечко… У нас есть видео о мечтах и целях, как правильно писать свои цели. Смотрите, цель должна быть конкретная. Купить квартиру – это не цель. Цель должна быть конкретная. Какую квартиру, в каком районе, какая стоимость, что должно быть в квартире – это будет конкретная цель. Она должна быть реалистичная. Вот многие пишут, хочу свой дом. Хочу свой дом, да? Можно думать, мечтать про дом в миллион долларов. Друзья, это будет еще немножечко нереалистичная цель. Это мечта. Это мечта. Хочу дом в миллион долларов. Начинать нужно с малого, да? По кусочкам расписать. То есть цели ставьте себе реалистичные, да? Хочу уровень директора. И берем и расписываем, когда, за какие действия, за какие товарообороты, за какое количество обученных людей я могу стать директором, да? Измеримое. Обязательно сроки, да? В какой срок это вам надо? Потому что если хочу дом, когда? Да не знаю, когда-нибудь. Это неизмеримая цель когда-нибудь, да? Когда-то это неизмеримое. Достижимое, да? Чтобы, ну, достижимое и реалистичное. Это тоже, в принципе, немножко похоже, да? Привет. Зайди. Сейчас, секунду. Секунду. Я на ротности просто тут тоже за доставочкой приходят. Достижимая цель, да? То есть тут тоже, если вы пишете план к своей цели, вы должны реально понимать, что вы ее достигнете, да? То есть и тут еще должна присутствовать ваша вера, да? Вот просто хочу дом на миллион долларов, да? Там, ну, это недостижимо, да? Ну, то есть вам нужно такие цели прописать. Все, вот, чтобы заменить это життя в кращую сторону, но вы четко должны понимать, что такое краще життя. У кого-то краще життя – это покупать колбасу не за 30 гривен килограмм, а за 130. Вот это уже лучшая жизнь. Четко, конкретно должны понимать, да? Я жила в своей собственной квартире, да? В однокомнатной, но для меня краще життя было. Это квартира трехкомнатная, потому что мне нужно еще рожать одного ребенка, как минимум, да? И мне нужно забрать к себе маму, да? И мы в однокомнатной никак не поместимся. Вот это вот конкретное, реалистичное, измеримое, да? Я тоже ставила сроки, когда мне нужна эта квартира. Это достижимое, да? Потому что я уже понимала, что я, действуя, проделывая такие действия, я смогу этого достичь. Ну, естественно, выполнимое, да? То есть, когда вы начинаете писать свои цели, когда вы начинаете писать свои цели и расписывать план действий, их нужно начинать выполнять и выполнять каждый день. А не так, я сегодня попробую, вот я промечтаю про дом, да, на миллион. Я вот месяц попробую, если ничего не получится, и дом мне не надо, да? Или я попробую, сегодня попробую, завтра не попробую. Это не цели, и это не путь к целям, да, к своим. Записанное, ваша цель должна быть записанной. Напишите в чате, у кого есть, мы всегда об этом говорим. Напишите в чате, у кого есть записанных минимум 100 целей в тетрадке, на бумаге, где угодно, да? Напишите, у кого есть записанные цели. И у тех, у кого нету, обязательно пишите свои цели. Запишите, у нас есть видео, мы всем даем видео. Пишите еще больше. Ну, если у вас уже хоть есть начало, это классно. У меня самые первые мои цели, это было 47. То есть, ну, вы начинайте это писать. Есть, но понимаю, что с ошибками. Люд, кому ты скидывала свои цели, чтобы посмотрели, с ошибками или нет? Скинуть свои цели спонсору для того, чтобы увидеть, с ошибками или нет. Наташа Шлопак мне скинула свои цели, да, и мы нашли ошибки. То есть, многие неправильно записывают, да? Многие неправильно пишут, и от этого они не сбываются, потому что они записаны неправильно. Но здесь я не буду рассказывать, как записывать. Здесь я вам скину видео в чат потом, да, где есть, как пишем мечты и как пишем свои цели. У нас есть такое видео, есть очень много информации именно в интернете, в ютубе, и поэтому нужно просто начать с этого. Обязательно пишите все в настоящем времени, да, не так, что хочу квартиру. Хочу квартиру, это не цель, это просто хочу, хочу не сбывается. Покупаю квартиру, трехкомнатную, тадата, тадата. Мы, когда покупали свою квартиру, я переписывала, я не знаю, 20 раз переписывала. Я написала, через месяц не сбылось, переписываю, еще раз пишу. Не обязательно, если вы сейчас напишите, оно все сбудется. Но я писала, там что-то поменялось, какие-то поменялись приоритеты, там хочется уже в другом районе, хочется уже с классным ремонтом. Переписываем, переписываем. Еще раз, что-то новое появилось, что-то новое пошли смотреть. Начинаю опять переписывать. Я дату меняла, пишу 29 марта. 29 марта прошло, не получилось. Пишу 1 апреля, 30 апреля, так и так дальше. Я переписывала постоянно, потому что меня эта цель, она меня постоянно вот грела изнутри. Я каждое утро просыпаюсь и начинаем с мужем вместе, что сегодня мы сделаем для того, чтобы у нас... И мы купили квартиру за месяц. То есть у нас долго эта цель была, ну как бы мы работали над ней, да? Не было достаточных доходов, не было еще понимания конкретного, где и как хочу, да? Потом, когда мы уже поняли, да, что нам нужно, в принципе, срочно забирать маму, нам нужно расширяться, мы хотим ребенка, да? И вот оно все, так уже пришло то время, когда оно все стало, и все, но дальше некуда. И все, вот это цель, которая осуществилась за месяц. За месяц. И вот чем больше вы будете думать о своих, переписывать, планировать, действовать в направлении к ним, тогда они будут у вас сбываться. Дом у нас до сих пор есть в целях. И когда мне сказали, напиши свои 100 мечт, я начала писать, у меня есть в целях дом, но он будет чуть позже. Я знаю, когда он будет, тоже пишу, переписываю, усовершенствую, да? Но и с каждым Новым годом приходит новое понимание, какой я хочу дом, да? Сейчас уже и новые технологии, и все такое. Поэтому, друзья, в настоящем времени, да, когда я покупаю эту квартиру, какая квартира? Рядом гараж, рядом беседка, детская площадка и так дальше. То есть, что есть в квартире? Квартира с евроремонтом, квартира с встроенной мебелью. Это у меня всегда было прописано, в встроенной мебелью. И сейчас у нас вся встроенная техника, техника не мебель, а техника, вся встроенная. И холодильник встроенный, и посудомойка встроенная, и духовка встроенная. Все это есть. Потому что оно постоянно меня преследовало. В положительном ключе, обязательно в положительном ключе. Хочу неплохую, например, квартиру. Это негатив. Хорошую квартиру. Или хочу квартиру с неплохим евроремонтом. Неплохо, хорошо, да? Но заменяем на хорошо. Без часточки не. Обязательно без часточки не. Это понятно, да? Друзья, долго не буду останавливаться. Начните сейчас, кто серьезно принял решение, начните сейчас именно. Смотрите видео о мечтах и целях. Пишите свои мечты и цели. Скидывайте на проверку спонсору. И работайте в этом направлении. Чтобы у вас правильно начался построение вашего бизнеса. Это первый ключ к разладке. Возьмите, начните с этого. Кто сегодня же посмотрит это видео о мечтах и целях? Напишите мне в чате, кто сегодня посмотрит видео про мечты и цели и напишет свои цели и скинет спонсору. Не откладываем на завтра. Когда услышали, сразу нужно делать. Не откладываем на завтра. Я сейчас прям найду и скину. Я сейчас параллельно буду находить и скидывать вам сюда видео. Так, почему не получается? Второй ключ к разладке. У вас нет плана. Цели прописали, да? Вот, сейчас вы напишите цели. Класс! Цели написали. Молодцы! Но вы не написали план по достижению цели. А может, я не смогу найти сейчас. Так. И как начинать? Вот, Таня уже скинула. Спасибо большое. Может, не то скинула. Так. Я скидываю в чат приоритет. Кому надо, вы перекидывайте своим партнерам. Так. Дальше, после того, как вы написали мечты, вам нужно написать ваши цели. Ваши планы. Ваши планы. Начинаем с глобальных планов. План на 5 лет. Да, вот, хочу дом. Это план не на год, не на месяц. Это план на 5 лет, как минимум, да? И нужно расписать, как вы видите это все, да? Где вы работаете. Просчитать. Вот сейчас вы работаете, например, учителем, да? Вы хотите дом. И просто просчитать, как за 5 лет вы сможете заработать на дом. Дальше, когда вы уже видите эту всю картинку, да? Хочу дом, нужно увеличить доходы и так дальше. И начинать писать план на год. План на год. Написали план на год. Как вы двигаетесь к глобальной цели, да? Дальше, ну, так как мы работаем с вами здесь, у нас план не на месяц, а план на каталог. У вас, например, план на год – это директор, да? И теперь мы расписываем план на каталог. То есть, если директор, у нас 7500 баллов. Вы запланировали для директора через год. Берем 17 каталогов и 7500 тысяч баллов делим на 17 каталогов. Сколько у нас получается? 7500 баллов делим на 17 каталогов. Если вы даже новичок, да? По 450 баллов каталог прирост. По 450 баллов каталог прирост. Это реально? То есть, 450 баллов. Вы делаете 150. И у вас остается 300 баллов прирост в каталог. Это реально? 300 баллов прирост в каталог – это пригласить 3 человека, которых провести по стартовой программе. 3 человека по 100. 3 человека привести в каталог. Это реальная цель? Это реальная цель? Вот. И когда вы двигаетесь, да, вы себе распланировали дом. Дом вы сможете купить уже на деньги, которые будете зарабатывать на уровне бриллиантового директора, да? То есть, у вас цель на 5 лет. Бриллиантовый директор, ваш дом, да? Премии вы все получаете, слаживаете. И в итоге через 5 лет вы бриллиантовый директор, и вы покупаете свой дом. Но для того, чтобы дойти до бриллиантового директора, нужно стать директором самому. Как вы будете становиться директором, да? Вы пишете на год. Как я стану директором, да? Расписываете план на каталог. Это всего лишь 3 новичка, которым вы помогаете. Рассказываете про стартовую программу, которая проходит по стартовую программу, и включаете новичков в работу. Вот. Если двигаться каждый каталог по такому плану, если даже в этом каталоге получился план 2 новичка, наверстать в следующем каталоге, сделать 4. Вот это план, да? Естественно, для того, чтобы расписать себе план, чтобы у вас получился план на каталог, вот зарегистрировать 3 новичка, да? Статистика у нас будет в конце нашего вебинара. Чтобы зарегистрировать 3 новичка по 100 баллов, да, нам нужно рекрутировать. И дальше мы расписываем уже план на неделю, да? То есть нам нужно, в принципе, 3 новичка в каталог, это новичок в неделю. 1 новичок в неделю с заказом 100 баллов. Вот. Ваш план на сегодня. Это сложно? Это реальная цель? Чтобы найти одного новичка с заказом 100 баллов, да? Вы дальше расписываете свой план на день, да? Чтобы 1 новичок с заказом 100 баллов, это нужно зарегистрировать плюс-минус 10 новичков, да? 10 новичков в неделю. Ну, пускай будет 7. 1, 1 регистрация в день. Как делать 1 регистрацию в день, мы с вами увидим на следующих слайдах. Это реальные планы. И если вы, если вы сейчас, у вас есть план, да, чтобы зарегистрировать 1 человека, это 10 встреч в день, 10 встреч в день, делая каждый день, год, и вы приблизитесь к званию директора. Если вы не делаете 10 встреч в день, каждый день, вы отдаляетесь от своего плана директора. Понимаете, в чем суть? Если вы не умеете делать 10 встреч в день, вам нужно начинать учиться. Это делать. Мы обучаем, рассказываем, показываем, обучаем, сами делаем примерами, показываем, как это можно делать. Если я, например, сегодня не делаю 10 встреч в день, я делаю 40 встреч в день. Я могу 3 дня не делать встречи, но я могу за день сделать 40. План 10 встреч в день для того, чтобы вы приближались к своей цели, бриллиантовый директор, через 5 лет. Если вы не делаете месяц, вы отдаляете свою цель на 5 лет и 2 месяца назад. И следующее, что мы будем для того, чтобы понимать, для того, чтобы расписать свои планы, вам нужно посмотреть видео по планированию. Посмотреть видео по планированию, прописать уровень директора, прописать действие на каталог номер 7. Ну, это была немножечко старая презентация, да? Прописать действие на каталог номер 7 и прописать действие на день и скинуть спонсору. И действовать каждый день. Если не делаете, кто виноват? Кто в этом виноват? Я. Если вы не делаете свои 10 встреч, кто в этом виноват? Я не могу в этом быть виновата. Если не хватает времени, значит, распишите план директора не на год, а на два. Если не сделали сегодня, сделайте завтра. Вот так. Вот это вот цели и планирование. Идем дальше. Следующее. Напишите в чате, кто сегодня посмотрит и видео по планированию, и распишет себе план на директора и план на седьмой каталог. Вот это с этого нужно начинать, чтобы было все правильно. Написали цели. И цели такие нужно написать, от которых вы не можете отказаться. Вот если есть у вас квартира, да, и вы хотите еще одну квартиру, вот как, ну, чтобы все было, но еще одна квартира. Это не та цель, ради которой вы будете двигаться. Вам нужно найти такие цели, которые вам нужны, без которых вы не можете обойтись. У меня была цель квартира, потому что если бы мы не купили квартиру, нам бы пришлось в сентябре маму забрать в нашу однокомнатную квартиру. И как жить вчетвером в однокомнатной квартире? Это нереально. Поэтому меня эта цель грела, да, мне это надо было. Поэтому начинаем цели и начинаем планы. Итак, каждый каталог. Друзья, не будет такого, что сегодня я сделал, и сегодня сделал, и все это вот. Каждый каталог мы начинаем новое планирование, анализируем, что не получилось, и продолжаем писать план на новый каталог. Начинается девятый каталог, пишем план на девятый каталог. Начинается десятый, пишем план на десятый. Начинается 2019 год, пишем план на год. Вот так живут успешные люди. Они все планируют до мелочей. Следующее, да, написали мечты, написали планы. Ну, вы так написали все, потому что я сказала, да. Если у вас нет веры, ничего у вас не получится. Вам нужно четко верить в себя, что вы сможете это сделать. Если вам не хватает веры, посмотрите на меня. И просто сравните, да, почему Ира может, а я не могу. Почему Надежда Санникова может, а я не могу. Почему Виктория Скаленко может, а я не могу. Я буду делать то, что делают они. Я начну раньше вставать, я начну эффективнее планировать свои деньги, я начну эффективнее действовать. Но я верю в себя. Поверьте в себя. Читайте что-то, смотрите в интернете и так дальше. Но у вас должна быть вера в себя, что вы сможете это сделать. Никакие отмазки, да. Я маленькая, я большая, я студент, я мамочка в декрете троих деток, еще что-то. Нет, вы можете это все равно сделать. Вера в компанию, вера в нашу компанию, друзья. Компания уже, уже сколько раз показала, что это все реально. И что это многим реально и многим под силу. И компания дает за то, что она обещает, она все выплачивает, все дает, везде всех возит и так дальше. Поэтому почему не верить в компанию? Обязательно верьте четко в компанию. И вера в результат свой, и вера в команду. Верьте, что и вы сможете это сделать, и люди, которые придут к вам, тоже смогут это сделать. Повышайте свою уверенность. Есть очень много разных техник. Находите в Ютубе, мы делимся. Но самое главное читать эту информацию, да, и применять ее сразу на себе. И сделайте следующее. У нас есть вебинар про уверенность. Как нарабатывать уверенность в себе. И тоже я могу сейчас параллельно это все найти. Напишите в чате, кто не уверен в себе. Напишите в чате, кто не уверен в себе. Напишите в чате, кто не уверен в себе. Классная штука интернет, да. Я сразу все можно... Так, ну, сразу так быстро я не нашла свое видео. Вот, многие не уверены в себе. Я тоже была не уверена в себе. И я все сейчас найду. Вы смотрите наши видео, которые скидываем в чаты. Обязательно смотрите. То есть, таким образом вы тоже можете вселять уверенность в себя. То есть, вам нужно нарабатывать. То есть, люди уверенными не рождаются. Люди становятся уверенными тогда, когда начинают делать. Когда попадают на какие-то грабли, когда ошибаются, когда начинают учиться, да. Уже на каких-то своих ошибках. Вот это вам поможет. То есть, самое главное, двигаться. Вы не думайте, что если... Я скинула одно короткое видео в чат про успешность и уверенность, да. Но я найду еще часовой вебинар. Часовой вебинар, где я тоже рассказываю, как нарабатывать уверенность в себе. Почему не вы? Нужно обязательно, нужно обязательно работать над собой и над своей уверенностью. Уверенными не рождаются. Уверенными становятся. Скинула я это. Смотрим и напитываем свой мозг. Пятый ключ к разгадке. Да, у вас нет самодисциплины. Ну, с этим все понятно. Вот. Напишите в чате, кто не может себя заставить. Кто не может себя заставить действовать. Ну, то есть, у вас нет самодисциплины. Вы не можете себя заставить действовать. Да? Еще кто? Еще пишите. Но у многих, у многих нет самодисциплины. Знаете, что такое самодисциплина? Это когда вы приходите на работу, и там вам нужно с 8 до 5 вечера что-то делать, да. И потому что над вами стоит начальник. Начальник, который, если вы не сделаете, он вас наругает, снимет зарплату и так дальше. Там у вас есть дисциплина, потому что вас дисциплинирует начальник. Здесь у вас нет дисциплины, потому что это ваш бизнес, и, в принципе, ну, не сделай ничего страшного. Себя же не буду бить по жопе, да. Нужно себя самодисциплинировать. Нужно по-любому работать над собой. Это тоже я скину. Как заставить себя действовать, я тоже вам скину. Каждый день работаете над собой, над своими результатами. В любом случае, ну, только, опять же, только вы сам можете сделать свою жизнь сказкой. Только вы сам. Не я. Не я. Только вы сами. Я помогаю, да. Я вам даю вот уже пятое видео, четвертое, которое вам нужно посмотреть. Мне их никто не давал, мне их никто не давал, я их сама искала, потому что я умею себя самодисциплинировать и самомотивировать. Я скинула вам еще одно видео, как заставить себя действовать. Дисциплина – это решение делать то, чего очень мне хочется делать, чтобы достичь того, чего очень хочется достичь. Хочу квартиру, но не хочу действовать, да. Успех приходит к тем, кто к нему идет, маленькими шажками, но идем. Каждый день что-то делаем. Идем дальше. Сейчас, секунду, я извиняюсь, просто у нас тут и доставка, а все вместе. Друзья, ну, в принципе, у нас тут недолгая тема, сейчас мы быстренько будем заканчивать. То есть видео про то, как стать уверенным посмотрели, да, то есть нужно работать над собой для того, чтобы стать уверенным. Никто с нас уверенным не родился, да, и все лидеры компании стали уверенными только после того, когда проделали вот сколько действий, сколько на этом слайде. То есть это четвертый уже ключ к разгадке. У вас нету действий. Друзья, я тоже два с половиной года, я сидела, не росла. Почему? Потому что я не делала нужных действий. Я через два с половиной года только вышла на звание директор. После того, когда я начала четко, конкретно понимать, что я делаю, как я делаю и сколько я делаю. Те, кто растут, просто делают много нужных действий. Мы знаем с вами, что нам нужно делать. Пользоваться продуктом, организовывать личный товарооборот от 150 баллов. Напишите в чате, кто еще не умеет организовать свой личный товарооборот 150 баллов. Кто еще не делает 150 баллов? Почему вы это не делаете? Это, в принципе, проще простого делать, да. Мы знаем, как это делать. Вот, Наташа, да. Наташа, почему? Только новичок или почему не получается делать 150? Почему не получается делать 150? Вы можете сейчас задавать вопросы, свои друзья, вебинары нам, для того, чтобы вы задавали свои вопросы, чтобы вы писали свои сомнения, чтобы вы общались. И таким образом вы будете набираться и уверенности, и знаний. Проявляйте себя, показывайте себя. Я такой-такой, да, я не делаю 150. Что мне сделать, чтобы их делать, да? Пообщайтесь со спонсором, покажите каталог своим родным, своим друзьям, своим близким. Создайте торговую страничку в интернет, в инстаграм, да. Сейчас у нас есть много людей, которые делают странички в инстаграм. Для себя не надо столько, да. Наташа, я понимаю, и мне для себя столько не надо. В принципе, сейчас уже надо и больше. Но раньше мне не нужно было столько для себя. Нужно показать каталог родным. У вас у всех есть родственники. И если вы скажете, я, люди не верят во что, Наташа? Во что не верят люди? Вот во что не верят? Вот Таня пишет, не получалось. Не получалось. Сейчас и 300, и 600. Близкие друзья, кумовья. Но сразу не получалось. Поймите, если вы будете каждый каталог нарабатывать, Наташа, причем вера в компанию к 150 баллам. Почему не верят? Если вы показываете каталог, что сейчас набор с 4 нужных продуктов стоит 159 гривен со скидкой 130. Со скидкой 130 будет стоить этот набор. 4 продукта, нужных каждому, да. Мне нужна зубная паста, дейтик, умывачка и гель для душа, да. Точно так же нужен этот продукт моей маме. Точно так же эти продукты нужны моей сестре. Точно так же эти продукты нужны сестре моего мужа. И точно так же продукты нужны маме моего мужа. То есть я уже сейчас, просто не продавая, продала 5 вот таких наборов. 5 таких наборов по 11 баллов, это уже 55 баллов. Это уже 1, 3 часть товарооборота есть. Дальше, что еще, да. Берем и смотрим каталоги. Смотрим, мы вам показываем, рассказываем. Но я сейчас не буду об этом, да, потому что и так мы немножечко задерживаемся. Я скину вам видео, где мы подробно рассказываем, как и сколько делаем товарооборот. И как мы его делаем, да. Еще прекрасная новость, опять пришла доставка. Так, следующее. Приглашать других людей в команду. Кто делает 10 встреч? Кто делает 10 встреч? Напишите в чате, кто делает 10 встреч в день. Я делаю. Кто еще делает 10 встреч в день? Пишите в чате. Кто делает 10 встреч в день? Мало людей делает, да. Я в чат скидываю видео, как собрать товарооборот на 150 баллов. Есть масса методов. Есть масса методов, как сделать ЛТО. Поэтому я скинула в чат. Сейчас же тоже опять себе галочку. Да, почему я не расту? Вот, мне нужно начать еще с этого, да, план, мечты, цели, 150 баллов. И нарабатываем эти все качества. Так, не набираю столько номеров. Тогда начинаем смотреть рекрутинг, да. Но рекрутинг я уже скидывать не буду. У нас очень много рекрутинга. И... Много достаток, да. Много достаток. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Усовершенствуемся. Я не всегда в день делаю 10 встреч, но я, бывает, себя заряжаю так, что мне нужно в день провести 40. И тогда я провожу 30-40 номеров и провожу 10 встреч. Этому нужно учиться. Мин, забирай, да. Я знаю, что там. И если мы будем... Если вы научитесь это делать, значит, если у вас хромает рекрутинг, значит, вам нужно четко посмотреть вебинары. Как работать в Facebook, как работать в Instagram, как работать подписками, как работать объявлениями в группы, как приглашать знакомых и найти свой метод, который вам будет удобен, комфортен и просто начать делать. Ну, друзья, ну, то есть, но... Если я делаю, я показываю, как я это делаю. Да, есть рекрутинг мой, есть рекрутинг всех партнеров, которые делают эти встречи. Учитесь у них. Просто увеличивайте количество своих действий. Находите время для того, чтобы увеличивать количество своих действий. Может быть, иногда позже ляжьте, раньше встаньте утром, да. Ну, то есть, для этого нужно в любом случае работать только вам и только над собой, да. Следующий, третий пункт – это посещать обучение. И для тех, кто уже лидеры, очень важно проводить обучение. Проводить обучение. И когда вы начнете их проводить, вы начнете понимать, наконец-то, что тут такое, да. Потому что реально, пока я все смотрела, все класс, класс, вроде бы все понимаю. А когда начала проводить обучение, ого, так я же ничего не понимаю. Ваша задача – научиться самому и научить другого. Если вы уже 6-процентник, если вы уже 9-процентник, да, помогите своему партнеру отместить заказ. Помогите своему партнеру зайти на вебинар, да. Начинайте обучать других людей, своих партнеров. Если вы не пишете в чате приветственные письма, приветственные, не приветствуете своих новичков, да, то, ну, какой вы пример подаете? Элементарно, да, если вы не делитесь в чате своим заказом, вам нужно учить точно так же других, как учим мы. Если я скидываю свой скрин заказы, значит, я делюсь своим заказом, значит, я немножечко уже показываю свой пример, да, мы здесь все своим примером. Если вы хотите быть лидером для своих людей, начните с элементарного. Я не прошу проводить обучение сейчас такое, да, но начните элементарно. Запишите видеоотзыв про какой-то продукт классный. Я сегодня записывала. Это несложно. Это все легко. Начините обучать кого-то, да. У вас есть один партнер, обучайте его, будьте с ним на связи каждый день, посмотрите его страничку, оформлено правильно или нет, киньте его страничку в прокачку, начните обучать, да, и посещайте обучение, если чего-то сами не знаете, сами посмотрели, все, что понятно, себе записали и передайте своим партнерам, но на своем языке. Не думайте, что я всех могу научить, я могу всех научить, да, но если вы не будете, как бы, присоединяться к этому процессу обучения людей, то у вас не будет получаться. У меня все получается, да, потому что я научилась и обучаю других. Если вы научились и ждете, что кто-то за вас будет обучать ваших партнеров, извините, такого не будет. Вы не будете расти и развиваться. Это понятно? Каждый день проводите первые встречи. Если у вас уже новичок и вы умеете проводить первую встречу, звоните со своим новичком и проведите при нем первую встречу. И когда вы будете проводить регулярно первые встречи, да, а не через каталог, да, вот каталог работаю, настроения нет, каталог не работаю. За каталог пригласила два человека, настроения нет, я в этом каталоге не хочу работать. Эти два человека слились, потому что вы им не дали энергию для роста, потому что у вас не было настроения. И если вы каталог делаете, каталог не делаете, результата не ждите. Нужно делать систематически. Это понятно, да? Не прячьтесь ни за кем, это ваш бизнес. Это не мой, ну, мой, у меня есть бизнес, а у вас есть ваш бизнес. И вам нужно четко понимать, что вы ответственны за свою команду. Если вам регистрирует спонсор в команду, это не означает, что спонсор должен тащить ваших людей. Это ваши люди. Возьмите, помогите спонсору каким-то образом, да, какой-то обратной связью. Начните вдвоем со спонсором в тандеме, да, что мы будем? У меня есть команда, ты меня зарегистрировал, я зарегистрировал. Давай как-то будем с этой командой вместе, научи меня и так дальше. То есть вот так это будет, да? Идем дальше. Почему не получается? Шестой ключ к разгадке, потому что вы не раскручиваете свой личный бренд. Друзья, нужно каждый день обновлять свои странички. Вот сейчас у нас прошла конференция в Хорватии. Многие говорят, у меня нету фоток. Друзья, сколько фоток выслали в чаты наши хорваты? Можно пользоваться этими фотками. Зайдите на мою страничку и посмотрите. У меня, у меня, наверное, 9 чи 10 постов про хорватов. Я не была в Хорватии, но у меня есть посты про хорватов. И я пишу. И мало того, я еще и скидываю для примера всем. Возьмите, скопируйте, напишите себе на страничку. Но нужно обновлять свою страничку информации интересной. Вот, посмотрите, как было развитие мое, да? Какие были у меня фотографии раньше, да? Я же не пришла сюда вся вот такая вот все успешная, да? Я тоже начинала с нуля точно так же, как многие из вас сейчас. У меня были вот такие вот фотографии. Но я поняла, что нужно что-то делать, нужно развиваться. Каждый день обновляйте свои странички. Посты, фото, тексты, подписки, сториз, да? И работайте, работайте над своим брендом. Вы же к себе в команду зовете. Возьмите, вы будете примером для своих людей. Именно вы. Поэтому учитесь, работайте над собой. Это в живую, да, посмотрите. В живую смотришь. Почему не получается? Дальше. Седьмой ключ к разгадке. Не ставьте... 48, наверное, дала посчитать 48. Не ставьте ставки ни на кого. Вот многие, да, многие думают, вот сейчас пришел, я такой классный, весь такой позитивный, да, я хочу тут миллион долларов или дом свой, да, быстренько сейчас я. И зарегистрировал два человека и жду. Когда же пойдет, когда же пойдет, когда же уже повалят тысячи долларов премии. Друзья, ну не пойдет еще, ну рано еще, да. Ни на кого не ставьте ставки, вы понимаете, у каждого человека свои цели, у каждого человека свой темп, у каждого человека свой рост. И есть статистика. С десяти зарегистрированных будет один-два партнера. Если зарегистрировали десять, не останавливайтесь, ищите дальше. Для уровня директора вам нужно в команду 100 активных партнеров и 100 активных консультантов, да. И вы можете ждать, пока кто-то с партнером включится в эту работу, да, начнет приглашать. Вы можете ждать, пока спонсор еще доприглашает. Вы можете ждать, я не знаю что, да, но примите решение, что это ваш бизнес. И не ставьте ни на кого ставки. Я покупаю. Да, хорошо. Да, можно. Спасибо. Чтобы создать стабильный и надежный бизнес, который будет приносить вам хорошие доходы, нужно иметь партнеров и не один. И у каждого свои цели. Кто-то работает с одним партнером, кто-то воспитывает 10 директоров, а кто-то сотни. Ну, вот. Подумайте, какой уровень вам. И вот когда вы написали свои цели, да, может быть у вас цель просто директор, может вам достаточно именно 5000 гривен дохода, да. Тогда, ну, вы все правильно делаете. У вас есть несколько партнеров, вы с ними работаете, да. У кого есть глобальные цели, тот человек не останавливается. Он регистрирует, 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 потому что он хочет помочь максимуму людям выйти здесь на хорошие доходы. Не ставим ни на кого ставки. Было такое, да, что зарегистрировал 2 человека, 3, 10. Вот что делать? Я уже 20 человек зарегистрировал, но у меня нету еще, никто не работает. Было такое? Ни на ком не останавливаемся, друзья. Если бы я остановилась на тех, кто не работает, то не было бы ничего. Я просто целыми днями постоянно в теме, в тонусе, в энергии, в драйве, да. Я хочу, я развиваюсь, и я продолжаю это делать. И я буду всегда продолжать это делать. Я научилась, влюбилась в это делать, и теперь буду продолжать всегда это делать. Если вы пришли, вот я попробую, я вот зарегистрирую первого, если он сейчас включится активно, значит, я буду работать. Если он активно не включится, значит, я не буду. Даже мысли себе такие в голову не засовывайте, потому что, ну, если у вас такой вот настрой, то можете даже не начинать одного регистрировать, потому что он в любом случае не будет активным. И 10 первых, это точно не будут активные. Ну, это бывает, да, такое, что прям первые зарегистрированы и активные. Очень активный день, очень активный день у меня сегодня. Я могу делать одновременно 20 дел. И самая важная фишка в том, чтобы получалось. Восьмой ключ к нашему успеху – это рекрутинг личный. Это рекрутинг личный. Без приглашения у вас не будет команды и не будет бизнеса. Полюбите рекрутинг, найдите свой метод, раскручивайте свой личный бренд, чтобы к вам легко шли люди. На этой фотографии это наша команда в городе Кринячух. Как она появилась? Как она появилась? Появилась так, что кто-то ее пригласил. Без приглашений у вас не будет бизнеса. Приглашайте. У нас есть на что приглашать. Приглашайте, приглашайте, приглашайте. Если вы хотите достичь здесь успеха. И в итоге возьмите себе, напишите вот такой вот сейчас, да, итог, цель, план, вера, действие. Поверьте, да, начните действовать. Самодисциплинируйте, чтобы эти действия были минимум полгода-год активных действий. Призовите себя в армию, да, как многие лидеры говорят. Призовите себя в армию. За два года, если вы делаете ежедневно эти действия, вы в любом случае будете золотой или сапфировый директор. Не останавливайтесь. Поделал-поделал, остановлюсь. Поделал-поделал. Нет. Раскручивайте свой личный бренд, не ставьте ставки ни на кого и рекрутируйте. Просто берите и делайте. И как спланировать уровень директора, да? Вот. Самое первое. Делайте 150 баллов и приглашайте по два человека в каталог минимум. Это по вашей плане минимум, да? Научите два человека делать по 150 баллов и приглашать два человека минимум. И вот получается, первый каталог, вы один, и вы вышли на 3%. Вы сделали 150, и вы вышли на 3%. Второй каталог, вы один, пригласили, кровь из нас сюда, пригласили два человека. Вас трое. Вы научили своих людей сделать по 150. У вас уже 6%. И так идет дальше ваш рост. И за 6 каталогов вы можете уже выйти на звание старшего менеджера, получить доходы и получать уже 1000 долларов премии. Ну, заставьте себя. Ну, как можно ради этого не заставить себя делать? Ну, я не знаю почему. И, ну, лень, уберите эту лень. Вообще лень не существует. Это вы сами, ну, люди сами себе придумывают. И вот какая будет статистика для того, чтобы зарегистрировать два активных человека. Это нужно сделать 20 регистраций в каталог. План минимум для хорошего роста. Одна регистрация в день. 10 первых звонков в день. Как делать 10 первых звонков? Это делать минимум 3000 подписок в день в Инстаграм. Напишите в чате, кто сколько в день делает подписок в Инстаграм. Если у вас 5 страничек, то минимум по 600 на страничке. Если у вас 3 странички, то по 1000 подписчиков на страничке. Если вы не успеваете делать подписки на страничках в Инстаграм, значит, нужно подключать теплый рынок и делать встречи по теплому рынку. И в итоге с 20 регистраций у вас будет 2-3 активных ключевых партнера и будут делать по 150, и вы их научите приглашать новых людей. Каждый каталог новый уровень у вас обеспечен. 6 каталогов и вы директор. Еще 6 каталогов и вы золотой директор. Еще 6 каталогов и вы старший золотой директор. Самое главное – система действий каждый день. Но при том, что у вас есть цель, у вас есть план и у вас есть вера в себя. На этом у меня, в принципе, закончится мой вебинар. Напишите в чате свои вопросы. Может быть, у кого-то есть вопросы. Рекрутинг важно, да? Но если вы без цели, без плана рекрутируете, рекрутинг важно одного места. Вы должны понимать четко, куда вы идете, куда вы стремитесь. И тогда у вас будут результаты. Хочу жить хорошо, хочу много денег. Это не цели. Четкие, конкретные. Зачем? Что я хочу купить? Что мне нужно ребенку? Что мне нужно себе? И так дальше. Когда у вас будет цель? Когда у вас будет цель, да? Вот многие говорят, мне муж не разрешает. А что вы мужу сказали? Вот я хочу работать в Арифлей. А вы скажите мужу, что я вот хочу, вот у нас с тобой есть квартира. Давайте пропланируем больше квартиру в новострое. Мужа, ты что, дура, где мы заработаем такие деньги? Вот так, я же пошла в Арифлей, чтобы заработать такие деньги. Да ты что? С ума что сошла? Нет, нет. Ну, я просто, вот смотри, есть маркетинг-план, где можно зарабатывать 40 тысяч гривен в месяц. И я знаю таких лидеров, которые зарабатывают 40 тысяч гривен в месяц. И вот тебе одна история, вот вторая история, вот третья. Если ты не можешь заработать на квартиру трехкомнатную или на дом, или на квартиру новостроя, я хочу помочь тебе. Разреши мне попробовать. И тогда муж вам, конечно же, разрешит. Но не надо просто говорить, я хочу на Арифлей, и хочу работать и так дальше. Саша, какой? Это понятно? Только обязательно, если вы что-то делаете сейчас, да, вот вы все сказали, буду смотреть видео, писать план, писать цели, спонсору скиньте, скиньте спонсору, скиньте, придите в спонсору со своими целями. Пока у вас нету цели, спонсор не знает вашу цель, да, и спонсор не может вам помочь, пока у вас нету своей цели. Если у вас есть цель здесь двигаться, расскажите про свою цель своему спонсору, и вместе начинайте двигаться. Если вы вот просто себе там что-то на уме, ну не будет так, не будет так. Так, если мы будем в тандеме с вами действовать, да, тогда все получится. Если вы будете что-то себе в нычку делать, для чего-то непонятно для чего, я не знаю, для чего вы действуете, и я не могу вам помочь. Так, тогда будем прощаться. Думаю, была полезная информация. Друзья, берем себя в руки, сейчас лето, друзья, ну вот напишите, ну напишите честно, вот напишите честно, кому хочется вот сейчас просто гулять где-то, прохаживаться там, такая классная погода, с детками, да, и там с мужьями прогуливаться. Ну вот просто гулять и все, ну лето же на улице, хочется просто гулять и все, ну мне просто гулять не хочется. Вот мое чистосердечное признание, мне просто гулять не хочется. Я не могу просто гулять, если у нас еще куча недоделанных дел, если есть еще много целей, я не могу просто гулять. Вы бы видели мой темп жизни, как мы живем. Утром проснулись и погнали. И мой сын просит меня сегодня, забери меня в обед. Я могу иногда забрать, но когда я его забираю в обед, я даю ему домашнее задание, он делает домашнее задание. Или он идет, гуляет во двор, но я в это время продолжаю работать. Я выделяю время на сына и все такое, но я не выделяю просто сутки напролет, вот все время я хочу только с сыном и все. Что я ему могу дать, кроме своего времени? Я ему хочу еще больше дать. Вот сегодня он просит, забери меня пораньше. Я ему объясняю. Сегодня я пораньше не заберу, заберу чуть позже, потому что у меня есть офис, у меня есть работа, зарабатываю. Зачем? Для того, чтобы у тебя что-то было. Хорошо, спасибо. Потому что я ему рассказываю, зачем я это делаю. Многие говорят, вот у меня ребенок не пускают, он постоянно требует моего внимания. Объясните ребенку, пожалуйста, ну объясните, зачем вы это делаете. Нормально поговорите. Ну, со всеми можно договориться и со всеми можно поговорить. И одновременно делаю 2-3-5 дел одновременно. Поэтому, друзья, я очень хочу достучаться. Очень хочу достучаться. И, ну, честно сказать, в принципе, я могла сегодня не проводить этот вебинар. У меня есть чем сейчас заняться. Я хочу сейчас пойти тратить те деньги, которые мне сейчас зашли на карточку. Но я сегодня утром пришла на офис раненько, записала видео одно, второе, третье, разбросала информацию во все чаты, пригласила вас всех на вебинар. Вчера ночью делала этот вебинар. И сейчас сижу, провожу этот вебинар. И вот. Но я это делаю, потому что хочется достучаться. Давай, действуйте. Действуйте. Ну, потому что, ну, здесь, ну, это компания мечты. Это компания мечты, которая поможет вам реализовать все свои мечты. Все говорят, все всегда говорят, какая ты красивая, какая ты красивая. Да, я себя сделала сама. Вы бы видели меня, вы бы видели меня, когда я работала в ресторане, когда меня муж приезжал, забирал после суток. После суток работы в прокурином зале. Что он мне говорил? На кого ты похожа? Он мне такое говорил. И сейчас мне все говорят, какая ты красивая, а я себя сделала сама. А могла продолжать работать в кафе. Многие мои девчонки, с которыми мы начинали, они до сих пор там работают. Им это нравится, но мне это не нравилось. Все. Всех целую, всех целую, обнимаю. Всем, если бы вы были, ну вот, может быть, ближе, да, могла бы заставлять как-то, да, могла бы заставлять как-то работать. Ну, ну как, я только могу, я только могу таким образом помочь. Он нужен, этот пендель. Ну, это от любви к вам просто. Все. Встречаюсь с вами на Ибице. Обязательно сейчас пропланируйте Ибицу все, пропланируйте Ибицу все. Если не знаете, что нужно для Ибицы, да позвоните спонсору, напишите мне. Ну, те, кто мне написал, что хочу на Ибицу, я просчитала. Те, кто мне не пишут, ну, я же не могу залезть вам в голову, что вы хотите. Так же ж? Все. Всем целую, обнимаю. До скорых встреч.